Известные предприниматели о том, как заработать большие деньги. В проекте «Капитал. Карл». Здравствуйте, здесь Дмитрий Гаврилов и главный редактор проекта «Маркет Медиа» Дмитрий Грозный. Дим, приветствую. Всем добрый день. Каждую неделю мы рассказываем о том, как влиятельные люди становятся успешными предпринимателями, об опыте их успеха мы рассказываем каждую среду. Точнее, рассказывают о ней сегодня в студии вице-президент холдинга «Адамант» Евгений Гуревич. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, мы с вами впервые общались, страшно вспомнить, в 1995 году. Тогда, как я прекрасно помню... Даже не помню этого, извините. Тогда «Адамант» открывал пятый мебельный магазин, который располагался в мебельных кассах СКК. Да, был такой. Да. И пять магазинов по тем временам выглядело как очень крупный бизнес. А вы считали себя в то время крутым бизнесменом? Да я и сейчас, в общем, не считаю себя крутым бизнесменом. Понимаете, какая ситуация? Все относительно. По отношению к владельцу «Ларька» или даже к владельцу пяти магазинов, да, мы очень крутые бизнесмены. По отношению к людям, которые управляют транснациональными какими-то компаниями, мы, в общем, мелкий бизнес. Маленький. Все в мире относительно? Конечно. Ну, сейчас ваша компания такая очень крупная на рынке торговой недвижимости. У вас, в том числе, и офисная недвижимость есть в компании. И складская, и промышленная. Ну, в первую очередь, торговая. Да, ну, мы занимаемся этим уже 26 лет. А есть еще стекольный бизнес у «Адаманта». Совершенно верно. Эта компания считается одним из лидеров стекольной промышленности в России. Рискнуто ждать, что это крупнейшая российская стекольная компания, крупнейшая компания по переработке стекла для стройки, для строительных целей. Крупнейшая компания в России. А есть еще рекламный бизнес, а у вас есть еще гастрономический бизнес. Это вот такой принцип – не класть все яйца в одну корзину. Вы знаете, этот принцип был очень распространен как раз на стыке 90-х и нулевых годов. С того момента мы очень сильно сократили направление, но просто осталось еще. Сейчас бы мы, конечно, меньше открывали бы нового бизнеса. А почему, с чем это связано? С серьезным зарегулированием государства? Нет, просто собственные ресурсы, я имею в виду даже не денежные, а чисто человеческие. Собственные ресурсы очень трудно распределять между разными бизнесами. Трудно переключаться с одного бизнеса на другой. А от чего отказались? Ну, закрыли торговое направление, например. Торговое – это что? Ну, вот магазин «Адаманта», о котором Дмитрий упоминал. Торговля мебелью. Торговля мебелью. У нас остался один небольшой формат в виде студии приема заказов, но это, конечно, совершенно другой бизнес. Закрыли, там у нас были салоны красоты, закрыли различные кафе. Кондитерские были у вас? Слушай, одна. Ну, вернее, нет, много было кондитерских. Да, закрыли ее тоже, продали, закрыли. Сеть магазинов «Домовой» тоже продали. «Домовой» мы продали. Ну, что еще? Ресторан «Адамант» когда-то был. Ну, ресторан «Адамант» просто, по сути, закрыл себя. Да, в ресторанном бизнесе мы приняли решение, что мы являемся партнерами «Гинза Проджект», и больше мы никакие общепитовские проекты не делаем. Скажите, а с чем связано с тем, что вы продаете свои активы? Это что? Вы хотите сконцентрироваться на чем-то одном, может быть, в силу возраста, когда человек хочет чем-то определенным таким заниматься и не хочет распорядиться? Ну, потому что он уже понимает, чем он занимается и что ему важно в жизни. Нет, продажа активов идет исключительно из бизнеса целесообразности. То есть, либо нет ресурсов заниматься этим бизнесом, либо мы понимаем, что мы можем его продвинуть, либо предлагают хорошие деньги. Ну, и концентрация на чем-то, да, то, о чем вы сказали, концентрация на каких-то более важных для нас направлениях. А не связано ли это с тем, что бизнес-атмосфера в Петербурге, в частности, она ухудшилась? То есть, для развития собственного бизнеса сейчас требуется не только много собственных усилий, денег, связей с чиновниками и так далее? Ну, вы знаете, если честно, то с каждым годом, и это не вчерашняя и не позавчерашняя даже история, с каждым годом для ведения бизнеса и развития его требуется все больше усилий, связей, денег. Нет, не из этих соображений. Мы же все-таки как-то развиваемся, несмотря на все сложности. Кроме того, это не чисто петербургское явление. В целом, к сожалению, на сегодняшний день бизнес-атмосфера и возможности по ведению бизнеса в России ухудшились, доходность падает. Ну, а с чем это связано? Это же не только какая-нибудь покупательская способность снижением производства и всего прочего. Ну, покупательская способность, конечно же, безусловно, это один из самых важных моментов, потому что, если вспомните то, что вы перечисляли, все наши бизнесы, почти все, они связаны с потребительским рынком. То есть, население беднеет, и из-за этого вам тяжелее работать? Ну, безусловно. Ну, вот если говорить об основном бизнесе, то наши арендаторы – это ритейл. Ритейл продает меньше, потому что у покупателей меньше способность покупать. Чаще обращаются к вам за скидками. И это еще не самый плохой вариант, когда за скидками обращаются. Чаще обращаются за скидками, чаще обращаются в связи с закрытием каких-то форматов. Ну, соответственно, у них меньше покупают, они, естественно, приходят к нам, пытаясь сократить свои издержки. Либо сокращаясь, либо прося скидки. А сколько у вас сейчас площадей простаивает? То есть, сколько вы не можете найти арендаторов? Ну, и в самые лучшие времена, сколько тогда было свободных площадей? Вы знаете, я рискну сказать, что мы, так как мы очень давно работаем, я рискну сказать, что у нас никогда ниже 90% площадей загрузка не падала. В лучшие времена, ну, 100% не бывает, потому что текучка всегда есть. Ну, если у нас 95%, значит, мы правильно ведем бизнес. Если 90%, значит, есть какие-то проблемы. Если падает ниже, но и в кризисные моменты. В 2008 году, в 2015 году, ну, в 1998 году, честно говоря, не помню сейчас уже таких подробностей. Ну, вот в 2008-2009 и в 2015-2016 году были, мы опускались ниже 80%. Ну, на самом деле, сейчас просто-напросто, что в Петербурге, что в Москве и в других городах очень-очень мало вводится новых торговых площадей, новых торговых центров строится, поэтому процент пустующих метров, он все время снижается. Просто людям надо торговать, несмотря на все эти тяжелые условия для бизнеса. Мне кажется, в какой-то момент возник переизбыток вот таких торговых площадей в больших комплексах уже не нужно было. Нет? Нет, конечно. Значит, на сегодняшний день мы очень сильно отставим от Европы. Я сейчас, честно говоря, настолько не готовился по цифрам на квадратный метр. Ну, приблизительно, да. На жителей, но мы очень сильно отставим от Европы. Более того, Санкт-Петербург в России года три назад был третий город по... И сейчас третий, если я правильно понимаю. И сейчас третий, да. Ну, может быть, я, честно говоря, не смотрел. Казань и Краснодар были впереди, Москва где-то местом на восьмом, наверное. Это вообще по торговым площадям или по торговым площадям в больших комплексах? Организованным торговым площадям. Конечно же, стрит-ритейл, там маленькие магазинчики, безусловно. Безусловно, там не входит в эту статистику, это невозможно посчитать. Ну, очень сложно посчитать. А вы не чувствуете, что сейчас, вот в последние годы, люди привыкли как раз к маленьким магазинчикам? Им нужен магазин у дома, а не куда-то ехать в область, за город, в Мегадебенку, в Мегапарнас и в другие комплексы? Ну, на этот счет давно теория есть. В магазин у дома люди ходят каждый день. В супермаркет люди ходят два раза в неделю, а в гипермаркет или торговый центр, в большую молу, люди ездят раз в неделю. Раз в две недели. Нет. Это разные форматы, они между собой очень условно конкурируют. Потому что, когда вы хотите решить несколько задач, у вас нет альтернативы, вы должны поехать в торговый центр. Кроме того, за последние годы, ну, на самом деле, тенденция уже лет 10, наверное, наблюдается, увеличение развлекательной составляющей в торговых центрах, оно имеет место быть. И люди во многом ездят не только за покупками, но и для развлечений. Потому что кино, детская площадка, боулинг, там, я не знаю, какой-то общепит, небольшой ресторанчик. В торговых центрах же тоже есть маленькие магазинчики. Это же не обязательно только огромные сетевые операторы. Хотя и в них тоже люди ходят, потому что там можно купить товары по более низким ценам. Ну, сейчас очень много говорят, что все перетечет в онлайн. Вообще, зачем вставать с дивана, когда можно все сделать, вот, тыкая пальцами в смартфон. И торговые центры в традиционном смысле слова будут не нужны. Вот вас это сколько-нибудь тревожит, Евгений, или нет? Значит, безусловно, было бы смешно отрицать, что на сегодняшний день онлайн-торговля набирает обороты. Конечно, так. Ну, во-первых, я еще раз говорю, есть развлекательная составляющая и составляющая услуг, которую онлайн получить невозможно. Во-вторых, есть товары, по которым нужно получать эмоциональное наслаждение, чтобы их трогать руками, смотреть нюансы цвета, которые в онлайне не получишь. Безусловно, онлайн еще далеко не исчерпал свой потенциал и будет нарастать. Но я уверен, что в каком-то обозримом будущем будет найдено какое-то равновесие. Потому что торговые центры, во всяком случае, такие, как наши, извините, пожалуйста, такие, как наши торговые центры, являются центрами притяжения микрорайонов или районов, ну, таких вот, региональный торговый молл, как мы его, собственно, и называем. И это место встречи, место провести время, эта функция, она не уйдет онлайн. Районообразующее предприятие. Ну, условно, конечно, но можно так сказать. Тогда уж театр нужен. А вы знаете, есть вот, например, я был в таком городе, как Сингапур, и там есть знаменитый Марина Молл. И там есть театр, театр Мастеркард. И каждый день там идет по два-три каких-то представления, каких-то спектаклей. Туда ходят с детьми, и не только с детьми. И я думаю, что да, через какое-то время, ну, это не театр, скорее, репертуарный, как мы привыкли, да? Но концертные залы на сегодняшний день уже начинают, мы к этому тоже начинаем смотреть, подходить. То есть событийные какие-то вещи, развлечения, времяпрепровождение. То есть это не просто шопинг. Еще популярный формат – это каворкинг. Ну, каворкинг… У вас такого нет. Да у нас такого нет. Понимаете, в чем дело? Каворкинг – это немножко… Ну, кажется, открывают там, где пустуют площади. Открую-ка я каворкинг. Я соглашусь с мнением Дмитрия. А во-вторых, каворкинг – это немножко другой бизнес. Это офисный бизнес, в первую очередь. Низкомаржинальный. Ну, как любой бизнес торговой недвижимости, он зависит от места, от расположения, от удачной, правильно подобранной ценовой маркетинговой политики. Может быть, и высокомаржинальной. Я напоминаю, Дима, извини. Все-таки напомню, что у нас сегодня в программе «Капитал Карл» наш герой – вице-президент холдинга «Адамант» Евгений Гуревич. А я хотел такой потребительский вопрос задать. А вы сами в онлайне покупаете что-нибудь, Евгений? Или все-таки вы считаете, что это не для вас? Ну, вот билеты на путешествия только в онлайне и покупаю. Практически отказалась семья от использования услуг. Почти. От использования услуг турагентств. Билеты, отели практически все в онлайне. Вещи… Ну, нет. Есть, конечно, отдельные вещи, но не могу сказать, что полностью перешли на… Алиэкспрессом пользуетесь? Нет. Амазон что-то там… Ну, дочка в основном занимается. Дети уже по-другому себя ведут. Дети ведут себя по-другому, но они тоже с удовольствием ходят в рестораны, магазины, событийные места, куда можно пойти, пообщаться. Вообще, на мой взгляд, предположение о том, что все общаются, новое поколение общается только в онлайне и только в соцсетях, оно несколько преувеличено. Да, они, конечно, очень много там общаются, но они очень любят общаться оффлайн. А я еще хотел сказать по поводу онлайн-торговли. Ведь в торговых центрах представительство тех же самых онлайн-магазинов, где можно… Ну, это сейчас уже направления разбиваются. Да. И они все больше открывают не только пункты по выдаче товаров, но и фактически магазины. Демонстрационные какие-то, да. Есть такое слово «шоу-рум» – раз, и пункт выдачи товаров – два. И давайте говорить так, вы, конечно, можете заказать себе по онлайну какой-то товар и ждать его доставку. Но бывает ситуация, когда надо прийти, проверить его техническое состояние, более сложные товары. Потом, ну, я еще раз говорю, есть товары, которые вот, когда ты покупаешься, ты должен получить эмоции. Онлайн это делает это невозможно. Не делает, вернее, это возможно. Ну, вот я так считаю. Адамант, который год подряд, как я слежу за журналом «Форбс», занимает такое хорошее место в рейтинге королей российской невижимости, он же, второе его название – рейтинг «Рантье». Вот вы себя, Евгений, «Рантье» считаете? Нет, конечно. Нет, конечно. Потому что, в отличие, кстати, от стрит-ритейла, торговый комплекс требует достаточно большого участия в управлении. Мы постоянно занимаемся тем, что делаем какие-то реконцепции, делаем какие-то реновации в комплексах. Вот, например, у нас в конце недели будет годовое собрание акционеров холдинга, и там вынесена инвестиционная программа именно по реновации комплекса. Мы будем решать, где чего надо делать. Мы очень внимательно отслеживаем, как, чего происходит. Поэтому «Рантье»… Вот если у меня есть 15 магазинов на улице, я их сдал там арендаторам, каждый по отдельности, и у меня нет никаких забот. Ну, это можно назвать «Рантье», но в торговом комплексе невозможно это делать, потому что надо постоянно смотреть за концепцией. Там не может быть, если в торговом комплексе, предположим, 100 магазинов, там не может быть 50 обувных и 50 одежных джинсовых магазинов. Их надо составлять в концепции. Людям должно быть интересно приходить. Там должно быть определенное сочетание развлечений, общепита, услуг, разных форматов торговли, разных товаров и так далее. То есть вы против специализации, например, торговых центров, когда вот, например, обувь мне нужно купить, я еду вот туда, потому что там очень много магазинов, где можно купить обувь, да? Ну, безусловно, у нас есть там всякие разные нормативы, когда мы говорим, что обуви должно быть вот столько-то, ювелирки вот столько-то, джинсовые одежды casual вот столько-то, регулярные одежды столько-то, развлечений столько-то. Кинотеатр должен быть вот такой, супермаркет вот такой. То есть есть определенные нормативы, определенный баланс. И, конечно, его надо соблюдать, потому что как только ты начинаешь его нарушать, это не то, что там вот в циферку. Ну, понятно, да. Но какие-то ворота есть, конечно, но, в принципе, баланс должен соблюдаться, иначе в торговый центр будет неинтересно ходить. Но зато мы уже знаем, что вот туда и только туда надо идти за качественной обувью или за качественной одеждой. Ну, мебель, наверное, да. Вот мебель, да, например. Нет, ну, мебель стоит несколько особняком, хотя у нас есть в нескольких комплексах, есть мебельная ария, например, на Балканской площади есть 12 стульев мебельный центр. То есть, пожалуйста, можете приехать и можете там, переходя по различным нашим корпусам, можете туда попасть. И там будет мебель вокруг. Это, безусловно, наблюдается. Ну, вот сказать, что надо делать совсем специализированные, ну, для этого есть DIY, гипермаркеты, DIY-центры. Ну, есть, но торговый комплекс, он, собственно, комплекс и называется, потому что он должен быть разный. Вы должны найти там то, что вам нужно, но если вам нужно что-то другое, и вы вспомнили об этом, вам не надо ехать через полгорода в другое место. А как потребитель часто вы ходите вот в свои Адаматовские торговые центры? Или вы только и ходите туда? Как потребитель, наверное, не очень часто. Как один из акционеров и людей, которые выполняют определенные функции менеджерские. Ну, конечно, не менеджерю в ежедневном режиме, но, тем не менее, бываю там, как потребитель. Ну, хорошо, где вы одеваетесь? Видимо, не в России. Если честно, то да. Вообще невозможно все время ходить в свои торговые центры, и как потребитель, и по работе получается, что ты все равно там не отдыхаешь. Ты не можешь получить те самые впечатления, потому что ты все равно видишь какие-то недостатки тут, там. Я могу вам честно сказать, даже за рубежом, когда попадаешь, я люблю ходить в торговые центры, там, но, опять же, не как потребитель, а посмотреть что-нибудь новое, интересное. Или, наоборот, увидеть, что они делают не так, чего можно избежать. Поэтому в этом смысле семья меня пинает, потому что я иногда хочу провести там больше времени, чем они готовы. Вот касаемо того, где одеваться, вы же один из учредителей «Аврора Фэшн Вик». Да. «Аврора Фэшн Вик» сейчас уже пока на каникулах. Пока на каникулах, да. Вот с чем это связано? Каникулы или тем, что я учредитель? Что? Каникулы связаны? С чем каникулы связаны или с тем, что я учредитель? Нет, нет, вот «Аврора Фэшн Вик», ну, казалось бы, вы привлекали хороших модельеров, да? Но при этом сейчас-то вы одеваетесь за границей. Вот как так получается, что организатор недели моды одевается за границей? Ну, давайте так. В неделе моды, я честно, откровенно скажу, я спящий акционер. Это первое. Второе, значит, конечно же, «Аврора Фэшн Вик» – это в первую очередь молодежная мода. А по мне, наверное, видно, что я уже, в общем, не совсем принадлежу к молодежной категории. Поэтому, ну, во-первых, на «Аврора Фэшн Вик» там все-таки, это же все-таки шоу-рум в первую очередь. А не всегда то, что показывают на «Аврора Фэшн Вик», потом попадают в наш магазин. Это же как бы форум для представления. Вот, но в любом случае, как Дмитрий правильно сказал, пока он на каникулах. Ну, окей. Модель, к сожалению, бизнес-модель пока работает не очень. Но зато у «Да и да» развивается. У «Да и да» развивается, это правда. Но это питаюсь я в том числе и в России, когда я здесь. У нас две минуты, даже полторы до перерыва. Есть традиционный вопрос, который я задаю абсолютно всем нашим гостям. Все гости наши – это крупные предприниматели. Успех в бизнесе определяется финансовыми результатами все-таки. И гости наши, как правило, становятся героями разных рейтингов, рейтингов миллиардеров. Вы тоже, Евгений. Вот насколько тяжело быть богатым человеком в России? Такой вопрос, даже не знаю, что ответить. А что значит «насколько тяжело»? Насколько тяжело по сравнению с чем? Ну, я не могу сказать, что деньги приносят большие моральные проблемы. Я не думаю, что те, кто говорят, что богатым человеком в России быть тяжело, я думаю, что они скорее кривят душой. Ответственность, которую налагает бизнес, это не столько деньги, сколько вот именно ответственность за то, что ты делаешь. Это да, это тяжело. Но это не в России, это везде тяжело. Евгений, когда мы готовились к этой программе, мы столкнулись с очень серьезной проблемой. А мы обычно готовимся к программе. Ни одного интервью с вами нет. Мы не смогли найти. Это с чем связано? Вы такой закрытый человек, что не даете интервью? Нет, ну, во-первых, интервью периодически были, и Дмитрий может подтвердить, что... Ну, почему-то вот так найти невозможно. Ну, просто в интернете дело в том, что там, скажем, все это ищется за последние годы. Вы знаете, я очень спокойно к этому отношусь. Нет, я не могу сказать, что я там особо закрытый человек, и я не могу сказать, что я очень сильно стараюсь популяризировать себя. То есть, это такой естественный момент, я, честно говоря, об этом не думаю. Нам, ну, кто мы такие, так сказать, как акционеры холдинга, и так все знают, ну, кто вообще этим интересуется, естественно. Ну, я же не телезвезда, мне не политик, поэтому мне пиар, в общем, особо не нужен, лично мне. А компанию мы стараемся пиарить и рекламировать, где только мы можем. А вы согласны, что деньги любят тишину? Да, конечно. То есть, чем меньше владелец говорит, тем лучше для его бизнеса. По большому счету, да. Это вообще для России так или в целом по миру? Везде так. Вот есть, например, группа Зара, собственно говоря, Индитекс, ее основатель, человек, которому завидуют, наверное, все предприниматели, или почти все предприниматели мира, вообще ни с кем не общается, у него было единственное интервью лет 20 назад, кажется, что это в этом уровне. Нет, ну, вы знаете, у меня, видимо, где-то посередине. Я еще раз говорю, я не то, что принципиальный противник интервью, я же пришел к вам, в конце концов, да? За что вам спасибо? Да, пожалуйста, Дмитрий позвал меня, я пришел, потому что мы давно знакомы, и, так сказать, я уважаю вашу радиостанцию, уважаю Дмитрия, поэтому я пришел. Нет никаких принципиальных запретов, просто большого интереса и стремления пиариться, в общем, тоже нет. Хочется успеть поговорить обо всем. Давайте. В том числе о самом начале бизнеса. Вот как, собственно говоря, был Евгений Гуревич обычный молодой человек, ленинградец, житель СССР, и в СССР никто не занимался бизнесом, а вы вдруг бац, и решили заняться бизнесом. Как это случилось? Первое. Тезис о том, что в СССР никто не занимался бизнесом, крайне ошибочный. Конечно же, занимались. Легально не занимались. Легально — это другое дело, но бизнес был. Это уже в позднем СССР. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как же он тогда мог быть легальным? Это уже подпольный какой-то, за которым можно было. Нет-нет, как раз Дмитрий говорит, что легального бизнеса в СССР не было. Да, не было легального. Но бизнес, конечно же, был. И не в позднем СССР. Он был всегда, ну, людям свойственно это. Значит, я, ну, как сказать, ну, хотелось там какой-то новой одежды, каких-то новых гаджетов, которые тогда были, естественно, более ограничены. Это какой год? Ну, это, конечно, с 70-х, когда мне там было 14-15 лет. Конечно, мне тоже все этого хотелось. Хотелось пластинки новые слушать, в ресторан сходить, с друзьями на дискотеку пойти. Это все хотелось, конечно. И поэтому искали, как могли, разные способы зарабатывания денег. Потом я закончил институт, Ленинградский институт. Чем вы занимались-то? Как вы зарабатывали? Ваш первый рубль. Ну, это фарцовка или не фарцовка? Мне очень стыдно, но фарцовка. Ну, как это? Все фарцевали. Наоборот, это такой признак качества, что вы прошли через эти медные трубы. У меня были знакомства в Ленинградском доме грампластинок. И тогда только-только-только начали выпускать лицензионные пластинки. И стоили они по госцене за 2,15. 2 рубля 15 копеек. А в лучшем виде уходили за 5. Ну, и Буни МАБа, которые были выпущены первыми. 100%, даже больше 100% рентабельности получается. 2,15 и 5 рублей. Согласен. Рентабельность была очень высокая, но оборот не могу сказать, что очень большой при таких цифрах. Но вот это первый бизнес. Это лет 16, да? Даже меньше. 14-15. Ну, 78-79 год. Как вы там имели связи в этом магазине? Ну, там через родителей, через знакомых, через родственников как-то так вот складывалось. Потом книжки, которые тоже тогда были большим дефицитом. Книги, в общем... То есть, скажем, хорошие книги... Хорошие книги, конечно. ...были дефицитом. Ну, рискну сказать, что там дефицитом было практически все. Кроме изданий, там, сборников, речей из 26-го съезда КПСС. Это да. Целина, Возрождение, Малая Земля не были дефицитом. Это правда. И вообще, в СССР были большие тиражи хороших книг. И переводных, и отечественных. И плохих книг было значительно меньше. Ну, их просто не издавали, потому что то, что было раньше, это не назовешь цензурой, это был отсев по качеству того, что издавалось. Вот. Книжки. Ну, с шмотками, наверное, все студенты города Санкт-Петербург и так далее, Ленинграда торговали кто как умел, кто как мог. Вот. Я поступил в рейшт, закончил в 86-м году. Какой это вуз? Инженеров дорожного транспорта. Рейшт инженерный вуз России, в принципе, с гордостью говорю об этом, ему исполняется 210 лет в этом году. В декабре будут празднованы, с удовольствием будут по пиару родной вуз. А на практику у вас была? В поездах, проводником? Да. Значит, у нас была практика. А там можно было продавать места, билетов не было, да? Тоже такое благодатное поле. По-моему, ты хочешь тоже заняться бизнесом. Вы знаете, у нас был в лейште так называемый 25-26 поезд Ленинград-Москва. Там существовала бешеная конкуренция за местом проводников. По-моему, смена он назывался. Совершенно верно. Опасно было. Туда было трудно попадать. Потом я на каникулах я торговал арбузами. Это было очень хорошее место для заработка. У нас самый первый герой нашей программы Аркадий Пикаревский тоже начинал с арбузов. Как он нам... Ну, возможно. Аркаша тоже очень любил зарабатывать деньги с ранних лет. Мы давно очень знакомы с институтских времен. Правда, не со школы, но... А как вот этот вот бизнес, скажем так, небольшой перетек в более крупный? После окончания института я пошел работать на стройку. Просто прорабом? Прорабом, да. Значит, ну, во-первых, у меня родился сын. Я женился, родился сын. Надо было зарабатывать деньги для семьи. Потом было в 87-м году, если вы помните, был объявлен, если вы помните или знаете, извините. Был закон об индивидуальной трудовой деятельности, а в 88-м закон о кооперативах. В 88-м году я ушел из государственного строительного предприятия, ушел в кооператив, в строительный Ж. Ну, и там мы начали зарабатывать, в общем, более-менее приличные деньги. Когда на стыке 91-го и 92-го года, когда Союз, во-первых, ликвидировался, если вы помните, Гайдар отпустил цены, значит, тогда мы обнаружили странную вещь. Мы занимались коммерческими операциями, в том числе и для того, чтобы мы могли обеспечить работой. Мы были достаточно молодые ребята. У нас работало порядка 150 рабочих, и нам надо было обеспечивать их зарплатой, материалами, потому что на работу брали только с материалами. Мы крутились именно в коммерческих операциях для того, чтобы нас брали на работу. Потому что если ты приходишь в сантехнический, в том числе кооператив, в сантехнический участок, приходишь без труб, тебя просто не берут. Потому что в России трубы тоже были проблемы найти в то время. Ну, потому что деньги, да, деньги, только деньги, никому были не нужны. В тот момент существовала бартерная экономика. И мы постепенно занимались все больше и больше коммерческими операциями. И в какой-то момент мы обнаружили, что строительная деятельность, которая до сих пор у нас сохранилась, конечно, но она приносит значительно меньше денег, чем наша коммерческая деятельность, которая сопутствовала этому. Ну и потом, вот так родился Адаман в 92-м году. — У нас еще остается 2 минуты, 2,5 минуты, Дим. — Да. Есть еще одна традиция. — Пожалуйста. — Расспрашивать наших гостей о том. Много юных петербургцев думают, заняться мне бизнесом или не заняться. И по статистике оказывается, что все меньше людей почему-то хотят заниматься бизнесом в России. А с вашей точки зрения, есть ли у молодых людей и девушек шанс заработать миллиард рублей честно? — Шанс всегда есть. Шанс всегда есть. Я не скажу, что это легко. Это тяжело. Это надо очень много работать. И должно быть везение. Это все должно сложиться, безусловно. Но шанс всегда есть. — Наша жизнь, в отличие от жизни в Советском Союзе, хороша тем, что у нас больше шансов. Именно у людей, которые вступают в жизнь, значительно больше шансов. Потому что тогда шансов было очень мало. — А в 90-е годы было больше шансов? — Ну, конечно. — Для того, чтобы преуспеть, чем сейчас. — Конечно. Правда, и рисков было больше. Хотя, может быть, и можно поспорить. В 90-е годы шансов было больше однозначно. — А какой у вас за все годы, то есть если посчитать только с 88-го года, это уже больше 30 лет занятий бизнесом. Какой был самый-самый удачный бизнес? С точки зрения рентабельности. — В 92-м году мы пригнали фуру бананов. — Значит, бананов тогда уже в Санкт-Петербург. В мае месяце мы пригнали фуру бананов, которую мы взяли на Гамбургской бирже, банановая такая существует, и привезли сюда. Значит, они были зеленые. Они были на Гамбургской бирже, их специально обрабатывали с тем, чтобы они созрели через какое-то определенное количество времени. Значит, и их никто не хотел покупать, потому что они были зеленые. Но мы сумели, убеждали директоров магазинов, что они должны пожелтеть, что они обработаны и так далее. Мы продали с какой-то совершенно невероятной моржой за неделю. И уже начали строить планы. В понедельник утром мы собрались и решали, что мы будем покупать следующее. Еще бананы или ананасы. Но к вечеру в понедельник в город зашли два корабля, один с бананами, другой с ананасами, и мы решили оставить это занятие. Но моржа была невероятная. Сегодня герои программы «Капитал Карл» вице-президент холдинга «Адамант» Евгений Гуревич. Здесь были Дмитрий Гаврилов и главный редактор проекта «Маркет-медиа» Дмитрий Грозный. Евгений, спасибо. Спасибо. Счастливо. Всем счастливо. Всего доброго. Известные предприниматели о том, как заработать большие деньги в проекте «Капитал Карл».